Представители знака Зодиака Дева, Девы мои дорогие, здравствуйте! Второй расклад на неделю с 9 по 15 сентября. События ближайшего будущего. Давайте узнаем через подсказки карт, как карты видят ближайшие дни для вашего знака Зодиака. У нас сегодня две колоды, и одна из них колода Оракульная Ангелов. И мы в конце нашего расклада достанем одну карту и спросим совет. И в нашем традиционном раскладе мы зададим наши вопросы, которые еженедельно мы пытаемся разузнать у карт. Немножко так выскользнула тройка Пентаклей. Она говорит о том, что мы к чему-то можем готовиться, к чему-то обучаться. Или где-то советуют какой-то вопрос изучить, более детализировать, более точно. Но она может также и говорить, и в первую очередь, это сдача экзамена. И как трое плетут светофор, и буквально последние стишки уже заканчиваются, и он готов. Поэтому у кого-то это может означать период, допустим, у вас заканчиваются курсы или курс обучения, и вы теперь приступаете уже к работе. Вы специалист более востребованный, теперь вы как новый этап жизни. Но также она может говорить о жизненном экзамене, который мы проходим. Давайте все же мы достанем карты в целом. Венера у нас на этой неделе в прекрасном аспекте. И более того, в прекрасном аспекте 15-го числа у нас как раз это воскресенье. К Юпитеру, который находится в Близнецах, мои дорогие. Это может быть что-то восхитительно, удивительно, или просто добрый, радостный день. Ну, это так, планетарно. И какие-то новости, добрые события могут быть, а то и признание в любви. Добрая неделя, энергетика пока, по крайней мере, до 22-го сентября будет сопровождать для нашей либо радости, либо для каких-то успешных дел. Больше возможностей договориться, помириться. Ну, конечно, каждый по-своему как-то задает себе траекторию, но все же энергии добрые. Итак, что важно знать для вас, мои дорогие девы? Чего не сбежать или неожиданности? Чему сейчас не время? Какие энергии вам могут помешать? А что же вам будет тогда помогать? Достанем карту, что скрыто. Может быть, вы чему-то не придаёте значения или не видите. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергия, денег. И личная жизнь, как видят карты. И сразу достанем карту на оракуля ангелов. Какой совет вам дадут эти карты? Какой совет на неделю? Итак, что важно знать? Ух ты! Ну, дальше можно не смотреть. У вас вообще в целом сильная позиция. Карта императрицы. Но, должна сказать, часто, когда эта карта выпадает, надеяться нужно на самого себя. Конечно, мои дорогие мужчины, для кого-то это может означать очень важная женщина в вашей жизни. Это может быть и любимая женщина. Это может быть и ваша мама. Или для тех, кто, например, труд какой-то пишет. Это может быть руководитель проекта. Но, может быть, диссертацию кто-то пишет. Или то, чем вы занимаетесь, есть какое-то взаимодействие с важным для вас человеком. Но, безусловно, даже для мужчин. Мы ведь смотрим энергетику, не по полу все же мы карту рассматриваем. И это те энергии, когда действительно мы можем со всеми договориться. Сама Венера у вас выпадает, что важно знать. В целом, добрый период. И, значит, где-то он рекомендует какие-то шероховатости или острые углы суметь исправить за эту неделю. Особенно с теми людьми, которые, опять же, для вас важны. Вы можете решать какие-то финансовые вопросы, вопросы в личной жизни. Здесь это все успешно. Или по части вашего дома. В целом, может быть, и есть смысл даже с вашими домочадцами. Если или детьми, или родственниками. Если были какие-то насущные проблемы, и вы не сумели договориться найти общий язык. Вот здесь взаимопонимание установить. Но быть готовым к тому, что... Ведь это, да, старший аркан проигрывается, как правило, ну, минимум недели три. Поэтому, ну, это, тем не менее, это карты, правда? Но вот эти добрые энергии какое-то время вас будут сопровождать. И поэтому, по максимуму, для себя сделать что-то хорошо. По части финансов, что-то как будто не просчитаться. Ведь императрица надеется на самую себя. А для тех, кто... Девочки, мои дорогие женщины, может быть известие, я жду ребенка. И тогда вы будете, опять же, обустраивать, организовывать свою жизнь с учетом этого события. Императрица, она именно обустраивает. Это карта независимости. Но это не та независимость, которую мы бросаем, как мухрая полотенца. Нет, это все же более мягкие энергии. Чтобы себе не навредить таким или иным путем, но достичь желаемого. И у вас что важно знать? Чего не избежать? Неожиданности. Правда, какие-то... Либо новые начинания, новая учеба. Или какое-то дело вас может вообще с нуля заинтересовать. У кого-то вопросы, касаемые ваших детей. Обучение, кстати, детей. Возможно, и подросших, взрослых детей. Вам может прийти ребенок и сказать, что, знаешь, мама или папа, я решил обучаться. Вообще, в какой-то новой сфере, новый вид деятельности хочу рассмотреть. Могут, кстати, обратиться к вами и за деньгами, чтобы вы их поддержали. Вполне вероятно, вот такие просьбы могут быть к вам на этой неделе. Все будет зависеть от вашего, безусловно, решения. Но в неожиданностях, это вы, мои дорогие девы, можете прочувствовать такую энергетику, как будто, правда, в жизни что-то меняется. И я сейчас не могу предугадать, просчитать какой-то вопрос на пару шагов вперед. Вы можете видеть какие-то обстоятельства только в определенном временном отрезке. Сложно пока выстроить какую-то концепцию или логическую цепочку последовательности тех или иных событий. Вам как будто действительно и самим придется быть осторожными, словно вы идете, ну вот как этот паш, который идет и учится по ходу своего продвижения. Вот пусть это у вас в неожиданностях. Поэтому быть готовым, я бы сказала, к неожиданностям, что любая обстановка может поменяться. И вам придется какую-то свою концепцию отстраивать с новыми деталями или что-то корректировать. К этому быть готовым. Чему сейчас не время? Ну, словно повернуться к прошлому спиной и отправиться куда-то. Может быть на этой неделе некрупная карта. И у вас есть какой-то проект, но или поездка отложится, или что-то задержится. Или вы сами, кстати, можете перенести. Потому что наша девушка, которая с серфингом, она сама останавливается перед тем, как она вот-вот отправится в свое путешествие. Она остановилась ненадолго для того, чтобы все перепроверить. А по этой карте идет все-таки тройка жезлов. Это карта будущего. Какие-то новые возможности. Но это мы еще пока куда-то не торопимся. Хотя это в позиции выпадает, чему сейчас не время. И в этой карте есть такое значение, как якорь. Поэтому не будьте ни в чем уверены. Вот уверенным, наверное, мы уже с вами об этом говорили. У вас в неожиданностях паш пентаплей. Вот вы видите четко только лишь какую-то вот на сей момент обстановку. Может быть, нам скажут, что что-то будет меняться. Хотя сами по себе прекрасные карты. Ну вот видите как. Что выпало, то выпало. Тройка пентаплей вам помогает действительно. Как и обучение чему-то новому. Как и прохождение вот этого момента перехода в нашей жизни. Когда вы отдаете предпочтение либо... Или развиваете свое творчество, свое ремесло, хобби, какую-то свою идею. Вы не оставите на потом, на неопределенный срок. Когда мы что-то переводим постепенно именно в реальность. В практике что-то осуществляем. Вам это помогает. Когда мы не боимся где-то идти вперед. Это тоже нам помогает. Пусть это осмотрительно. Но и допускаем то, что раз новый этап жизни. Как будто допустить его нужно. У кого-то это может быть связано с тем, что вы задумаетесь перевести ваши отношения на более серьезный уровень. Поменять статус. И это касается как и девочек, так и мужчин. Есть значит тот человек, который вас мог очень не просто заинтересовать, а вы к нему близки душой. Или чувствуете, что это мой человек. Вот такое тоже может быть. И вы всерьез тогда задумаетесь о ваших отношениях. И вам это где-то будет помогать. Как будто все равно вот этот переход жизненный, когда мы что-то готовы оставить все-таки позади. Но может быть не прямо сейчас, вот как-то с места в карьер. А еще есть некоторые моменты, которые вы должны обдумать или как-то согласовать. Ну да. Вот посмотрите, что скрыто. Любовь, радость, взаимность, общий дом, взаимопонимание. Радостные новости для тех, кто люди семейные или в паре. Это или от родственников приходит что-то такое доброе. Или в принципе сам по себе период, как бы счастливый период. Ведь десятка чаш это карта радости, счастья. Ну и взаимопонимание, конечно. Никто ничего не скрывает. Наоборот, успевай за этот период что-то сделать для себя хорошее. Дела работы бизнеса. Еще раз нам одна карта говорит, что момент перехода, новый жизненный этап. У кого-то новая работа, у кого-то новые возможности. И по нулевому аркану с одной стороны элемент новизны, он у вас присутствует. Вот посмотрите, не в одной карте. Сразу как будто несколько нам карт говорят. Может быть для кого-то это и новый статус. Кстати, по работе императрицы так тоже может проиграться. Когда новая должность с учетом нулевого аркана. Или вы сами задумаете. Может быть строить карьеру. И будете как-то действовать совершенно по-другому. Для кого-то из вас это получение новой должности. Но для этого нужно пройти какие-то определенные курсы. Вот так тоже может быть. Обучение оно тоже присутствует у вас на этой неделе. Я понимаю, у каждого по-своему. Кто-то будет изучать языки, допустим. Кто-то языки программирования начнет изучать. А кто-то пойдет на курсы. Потому что для того, чтобы подняться на ступеньку выше, нужно иметь тоже какое-то соответствующее образование. У каждого здесь по-своему. Но и где-то может быть как не сглупить. Чего-то не упустить. Или не быть самонадеянным. Но и наивным тоже. Держать баланс. И вот как раз этот баланс держит императрица. И мы сказали надейся сам на себя. Или на сама ее себя. Поэтому нельзя быть беззаботным. Вот на этой неделе, мои дорогие девы. Хотя беззаботно это вовсе не про вас. Но все же какие-то добрые энергии вас могут словно переполнять. И пусть так будет. Деньги. Девятка Пентакли. Это сами по себе деньги. Это карта самодостаточного человека. Это финансовый успех. Это продолжительный какой-то финансовый успех. Как будто деньги есть, деньги будут. Или начинание. Или если у вас бизнес, значит как-то бизнес идет в гору. Это когда вы вообще в принципе по деньгам, ну как будто можете даже не волноваться в разрезе этой недели. Действительно что-то нормализуется по деньгам. Даже у кого сейчас финансовая брешь или как-то сложно. Значит деньги к вам приходят. Может быть еще и в виде каких-то подарков. Или как там бонус какой-то по месту работы. За работу какую-то вас там как-то отметят. Именно через денежный эквивалент. Но деньги есть, деньги будут. Но с учетом карты императрица, помни кому ты помогаешь. Все же надейся на себя. Вот это значение по этому аркану, оно едва ли не самое важное. В личной жизни давайте узнаем, что тут нам. Ну нам говорят о том, что все идет своим чередом. И хоть это у нас семерка Пентакли. У кого-то я могу допустить. Кто-то будет задумывать, допустим, как может быть прежде. У вас было две работы. Или одна основная работа и была вторая. Это как ваше было творчество. Или это была какая-то работа как вторичный заработок. Или какой-то вторичный доход. Ну может быть так получается, складываются так ситуации, что вам именно вторичная работа требует какого-то большего внимания. Или какой-то начальный проект. И кто-то будет больше уделять внимание как раз вот этому проекту. Или учиться буквально. Или развивать вот то направление, которое еще в таком сыроватом каком-то состоянии. И поэтому кто-то, я могу так предположить, и хочет именно сменить статус, но через финансы. И тогда на увеличение финансов будет направлена вся ваша активность. Но если мы говорим все-таки о личной жизни, все идет своим чередом. А карта в целом говорит, не торопись, все произойдет в свое время. Немножко в целом спокойной энергии. Или по семерке пентаклей нам, к примеру, могут говорить, что могут задерживаться какие-то документы. Или важное согласование решения, которые тоже мы где-то скрепляем подписями, печатями. Все же какая-то пауза по семерке пентаклей предусмотрена. Но я бы сказала, для вас неспешно течение жизни на эту неделю. Когда как раз можно уделить внимание своим планам и проектам. Совет. Вот не торопись, то же самое говорит. Подожди. И как будто ангел вот так останавливает, поднимая меч вверх. И говорит, стой, не форсируй какие-то события. Не пытайся все быстро расставить по местам. И мы сказали, что вы чего-то можете не видеть. Или дать возможности пространству, вселенной перед вами и еще какие-то возможности раскрыть. Или пусть какая-то ситуация завершится сама. Так ведь тоже бывает. Или если мы говорим про личную жизнь, все-таки десятка чаш, тут что-то приятное. Мои дорогие, у кого-то может быть и знакомство ведь в эту неделю, правда? Если вы один или одна. И причем искреннее знакомство. Может быть это происходит... Кстати, тройка пентаклей, что вам помогает? Вот кто один или одна? Я могу предположить. Какие-то курсы, может быть, вы надумаете. Язык учить. И не важно, какой у вас возраст. Вот вам захотелось. У вас есть свободное время. И как знать, может быть, на этих курсах вы с кем-то познакомитесь. Но я как вариант. А таких вариантов может быть очень много. И тогда тоже вот не торопитесь. Видимо, эта неделя не для спешки точно, но для какой-то размеренной жизни и для приятных все же эмоций. Перекладывайте на себя, мои дорогие делы. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.